В Нижнем Новгороде началось рассмотрение дела об убийстве, которое несколько месяцев назад шокировало всю страну. Олег Белов расправился с матерью, женой и своими шестерыми детьми. Сделал это настолько жестоко, что поначалу было даже трудно понять, сколько человек убитые были не погибшие, а части их тел. В зале суда Белов сегодня вел себя подчеркнуто спокойно и, как заметили журналисты, выглядел равнодушным. За процессом следит наш корреспондент Олег Шишкин. Подсудимый прячет глаза от телекамер и старается не смотреть в сторону гособвинения. Олег Белов настаивал на закрытом судебном процессе, но суд ходатайства не поддержал. В ходе заседания он признал вину в убийстве своей матери, жены и шестерых детей. Следствие в деталях выяснилось, что именно произошло в квартире Беловых в тот злополучный день. Осознавая, что совершаемые действия видят дочери Беловых, нашему роду Зайцеву, не менее семи ранений. В какой-то момент у подсудимого сдают нервы. Опустив голову, он плачет. Готов дать показания, готовились к этому очень тщательно. Из-за платы. Почему? Потому что тоже человек. Страшное преступление этим летом сколыхнуло весь Нижний Новгород. Соседи многодетной семьи из восьми человек не сразу поверили в случившееся. Неладное заподозрили, когда никто из них несколько дней не появлялся на людях. В квартиру полицейские попали через окно. То, что увидели внутри, потрясло. В полиэтиленовых пакетах тела шестерых детей. Младшей Даши всего годик. Рядом с детьми лежали останки их матери. В преступлении сразу заподозрили отца семейства, Олега Белова. Он был объявлен в розыск. Первым делом полицейские отправились в Горховец, Владимирской области. Там жила его мать, но убийца опередил полицию. Тело женщины нашли в яме, недалеко от его дома. По словам соседей, отношения между сыном и матерью были напряженными. Спустя всего семь часов Белова нашли на даче. Во Владимирской области он оказал сопротивление и был ранен. Полицейские вынуждены были применить оружие. Следственный комитет обращает внимание еще на один аспект этого дела. Местные правоохранительные органы были в курсе, что в семье Беловых не все в порядке, но бездействовали. Поражает, что вот эти систематические угрозы и избиения членов в семье Беловым, в общем-то, не было секретом для местных правоохранительных органов. Ведь потерпевшая неоднократно, повторяю, неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о привлечении супруга к уголовной ответственности. Но никакой реакции, я уж не говорю о должной реакции, от них не последовало. На суде Белов сказал, что убил жену в ходе ссоры по поводу стрижки сына. После чего решил убить и детей, чтобы их не забрали у него органы опеки. Убийство своей матери он объяснил состраданием. По его словам, она якобы не пережила бы случившееся. По закону Белову грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного. Олег Шишкин, Алена Германова, Первый канал.